МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современное оборудование, проверенное временем персонал. Когда-то тюменская типография была одной из лучших в Союзе. За 95 лет шум машин в цехах не утихал ни на день. Даже в самое непростое время, в 90-е, здесь продолжали работать. Сегодня это самая современная полиграфическая организация в Тюменской области. Заказы поступают со всего Уральского округа. От того, что было на заре создания типографии, сегодня не осталось ничего. Но если только принцип работы, все должно быть качественно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В офисе дома печати многолюдно. Экскурсия школьников. К своему юбилею здесь решили рассказать о том, как работает типография сегодня. Когда-то на этом месте был один из цехов. Сегодня новые машины уже не занимают столько места, поэтому вместо станков здесь рабочие столы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детям показывают, как сегодня делают шаблоны для будущих книг и газет. Нажал кнопку, и процесс пошел. Когда-то все происходило вручную. Уже когда читаешь эти газеты, создается впечатление, что это здорово, и хочется идти и работать даже на такой производстве, потому что это очень интересно. Интересно здесь было всегда, просто никогда. Сегодня все привыкли на Осипенко-81, дом печати. Здесь располагаются редакции газет, и здесь живет типография. Но начиналась история тюменской печати совсем не на этом месте. Первая типография в Тюмени появилась в 1857 году. Ее открыл Константин Высоцкий, сын польского революционера. Его сослали в Сибирь за участие в восстании. Сам Высоцкий работал учителем в уездном училище. Сейчас это строительная академия. Ну а первая типография в городе появилась здесь, на улице Спаской. Сегодня это улица Ленина. Полиграфическая база до революционной Тюмени состояла из пяти небольших типографий. В начале 1906 года была организована еще одна нелегальная. Она печатала листовки и прокламации. Затем еще и газету «Тюменский рабочий». Условия работы в типографии того времени были невероятно сложные. Низкая зарплата, 10-часовой рабочий день, пыль от позолоты, чайные обертки, которые главным образом и печаталась, разъедала кожу. В начале 1918 года все типографии Тюмени были национализированы большевиками и объединены в одну. 1 мая 1920 года была открыта первая государственная типография. С этого момента и ведет свой отчет «Тюменский дом печати». В августе 1944-го президиум Верховного Совета СССР принял указ об образовании Тюменской области. Город Тюмень стал областным центром и типография переводится из городской в ранг областной. Резко увеличиваются объемы работ, повышаются требования к качеству печатной продукции. Трудно было справляться с возросшими задачами, когда газеты и другая литература печатались на плоско-печатных машинах. Они работали по принципу оттиска. Чтобы отпечатать на плоских машинах 20 тысяч экземпляров областной газеты «Тюменская правда», 20 рабочих затрачивали почти сутки. Тем не менее, в эти же годы коллектив типографии осваивает выпуск книжной продукции, технологию многоцветной печати и изготовления переплетов. В 1967 году тюменская типография расширилась, переехала в новое трехэтажное здание. Там разместилось сразу несколько цехов. Но уже скоро и этого места стало недостаточно. Объемы производства и требования к качеству продукции постоянно росли. Поэтому было принято решение построить в Тюмени дом печати. Здесь должны были разместиться цеха газетной, книжно-журнальной, переплетной, подготовки бумаги, приема газет по каналам связи и другие технологические вспомогательные помещения. Всего в строительстве дома печати принимало участие более 20 организаций. В 1981 году был введен в эксплуатацию 12-этажный редакционно-издательский корпус, имеющий свою столовую, конференц-зал, медсанчасть и приютивший редакции газет Тюмени. Типография была оснащена разнообразной современной отечественной и зарубежной техникой. В 80-х печатались огромные миллионные тиражи федеральной серии «Мир приключений» в мягкой обложке. И чтобы купить такую книгу, надо было записываться в магазине подписные издания в очередь на год вперед. Тюменским печатникам первыми среди областей РСФСР было доверено освоить выпуск газет офсетным способом. И в Тюмень потянулись специалисты со всего Союза. Так здесь оказалась и Галина Кокшарова. В Тюмени она уже 32 года. Распределили сразу после учебы. На тот момент в Сибири это была самая новая и перспективная типография по моему профилю – офсетное производство. Оборудование работало всего два года. Это было самое начало пути. Еще стояли старые станки, ленотипы. Газеты отливали в прямом смысле слова в металле. Формы тяжелые были. Отливались ленотипы. Сначала были гранки, потом верстали эти формы, пробили элементы. Это тяжелые, конечно, там металл. Одна страница газетная. Сколько весело? Ну, может, килограмм. 7-8. Это одна. А газетная? Газетная больше. Килограмм 50. Вот так вот. Тяжелые. Женщины таскали гранки, даже вот так тяжело было. Высокая печать – так называется этот способ. Высокая, потому что металлические строки были рельефными. И оттиск на бумаге оставляет верхняя часть шаблона. Вручную, значит, набиралось на клавиатуре, значит, текст. Там были специальные, как бы, матрицы. И отливалась строка именно на определенный формат. Это было небольшого, как бы, размера строки. И факт того, что это потом в эти строчки верстались в полосу. Значит, конечно, был специальный сплав, основа была на основе свинца. Производство было, ну, вредное. А молоко за вредность давали? Да, было такое. Давали. Это я помню. Это как происходило? Ну, выделяли специальные талоны правком. И да, в столове за вредность работники получали молоко. Чтобы получить цветную фотографию, накладывать краски приходилось вручную. В монтаже сделал монтаж. Вот, располагал, значит, депозитивы на пленке. У нас краска, четыре краски, три ада идет. Значит, первую у нас была синяя краска. Вторая, второй монтаж накладывали, чтобы совмещение было мажерта. Потом желтая и последняя красная она накладывалась. Это контур. Чтобы получилось цветное изображение? Да, цветное изображение. Делали это все на пленке. Вручную практически? Да, да. Затем, значит, делали кластины и с ним печатались. Сегодня все это делает компьютер. Вот эта машина создает шаблон из четырех цветов. Но тогда, несмотря на такую большую роль человеческого фактора, типография была одной из ведущих в стране. Свою продукцию отправляли каждый раз в Москву. И по результатам года, ниже шестого места по Советскому Союзу, тюменцы никогда не опускались. Вместе со страной они сначала выполняли и перевыполняли планы пятилеток. Горячая пора с утками работали. Смены передавали на ходу. Ну, вот человека. Она тоже застала в свое время. Бывало, что на ходу машину, не останавливая, передавали другой бригаде и уходили домой. Поспал, приходишь, опять продолжаешь. А в 90-х вместе со страной переживали кризис. Время наложило свой отпечаток. В непростой период для страны типография печатала продуктовые и водочные талоны огромными тиражами. И, конечно, не прекращался выпуск газет. Новости сотрудники узнавали первыми. Раньше, чтобы газету выпустить, она вся проходила через цензуру. Если центральные съезды и все прочее было, нам Москва сбрасывала материал. Мы, например, Тюменская правда сидела, ждала материал. Грубо говоря, пока центральное не сдаст. До тех пор мы не могли право начать печатать. А потом еще в обкоме завизируют и все прочее. Он фотографию Суслова один раз искали всю ночь. Москва сбросила у них эти бородавки или что у него на лице. Ну, корректировку делали. Еще в ларьке не было, а мы уже домой приходили. Уже новости знали. Раньше же не было такой информации по телевизору. Она позднее приходила, чем сейчас. Так, в 93-м они первыми узнали об обмене денег в три дня. И сразу после работы, пока другие тюменцы только читали об этом, пошли в пункты обмена. Это кадры 2013 года. В Тюменском доме печати представляют новую технику. Пятикрасочная машина с лакировальной секцией и инфракрасной сушкой. Это событие называют не иначе, как историческим. Ведь предыдущая техника работала здесь с 1980 года. Сегодня эта типография – самый крупный и современный полиграфический комплекс в регионе. Например, эта машина. На таких станках печатается 80% мировой валюты. В том числе и российские рубли. В Тюмени на ней выпускают высококачественную цветную продукцию. Этот процесс бесконечный. Если мы хотим выжить в конкурентном мире сегодняшнем, то мы постоянно должны следить за всеми новинками, постоянно предлагать какие-то новые виды продукции, которые требует рынок. То есть постоянно обновлять технологии, оборудование, методы управления. Но последнюю модернизацию мы закончили буквально в прошлом году. И можно сказать, что на сегодняшний день в Доме печати нет ни одной единицы основного полиграфического оборудования старше 2008 года. То есть проведенную последнюю модернизацию можно даже сравнить со строительством вот этого нового здания Дома печати в 1980 году, когда было закуплено новое оборудование. Только одно отличие в том, что тогда это оборудование было куплено на деньги партии, а сегодня мы отрабатываем банковские кредиты и лизинги. Сегодня здесь выпускают 49 наименований газет. Общим тиражом в месяц 14 миллионов экземпляров. Для их печати мы используем 5 вагонов газетной бумаги. Это 250 тонн в месяц. А вообще, если взять все газеты, какие мы отпечатали за 95 лет, использованные для них бумагой, то можно обернуть землю по экватору порядка 20 раз. Впрочем, на этом история Дома печати не заканчивается. И даже в юбилей все смены на рабочих местах. А это значит, что есть с чем и с кем идти вперед к своему столетнему юбилею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова